Добрый день, уважаемые друзья и коллеги. Очень рада вас сегодня здесь видеть. Не ожидала, честно говоря, увидеть такой большой зал. Как-то оказалось, такое более камерное будет общение, почти без микрофона. Но на самом деле тема, о которой я хочу сегодня рассказать, она действительно очень интересная. И без малого, это честно, она изменила мою жизнь. Она изменила мою жизнь, она изменила жизнь сотрудников нашей компании. И мы точно никогда уже не будем прежними. Мы живем по-другому, мы живем в другой реальности, мы воспринимаем работу как совершенно нечто иное. Что конкретно расскажу вам? Ну, собственно говоря, о чем я буду рассказывать? Тема известная, удаленная работа сотрудников. Не мы, естественно, первые в эту воду вошли. Есть ряд западных IT-компаний, которые уже, скажем так, сделали эти шаги и нам немножко показали наши возможности и ограничения в этом проекте. Вызов, наверное, был, что это одна из, наверное, первая российская компания, правильно сказать так, которая начала работать в таких условиях. Предложила своим сотрудникам такой вариант работы в том, что это одно из самых массовых явлений с точки зрения сотрудников одной компании. У нас там порядка 50-60 сотрудников, человек работает постоянно удаленно. И в том, что это не IT-компания, да, то есть это все подразделения, все функциональные департаменты, дирекции абсолютно из разных областей. Появился проект из региона, то есть из одного из территориального управления в рамках сбора, скажем, таких интересных идей по трансформации компании. Несколько лет назад мы прошли, начали, скажем так, вошли в волну в очень таких серьезных изменений для компании, когда поставили себе цель стать более эффективной, более устойчивой, двигаться в направлении новых информационных технологий, да, то есть уйти от традиционной операторской модели, очень сильно повысить управляемость, да, там до нескольких уровней, то есть у нас там сил минус 2, это уже человек, который непосредственно там руками что-то делает, да. Количество руководителей сократили. В процессе вот этой трансформации масса-масса мы собирали много-много идей. Что еще можем сделать, что еще, кроме там тех вещей, как бы изменения орг структуры и так далее, и так далее. Централизация ряда функций, естественно. И тогда с целого листа проектов, нам очень понравился проект, который пришел с южного региона, и ребята попробовали сами так поработать, показали, что это работает, и дальше, собственно говоря, мы начали это делать во всей компании. И изначально для нас самое важное было это изменить сознание людей, что работа – это не место, куда ты приходишь, да, работа – это не рабочий стол, работа – это не время, которое ты затратил для того, чтобы находиться в офисе, а работа – это то, что ты в итоге сделал вот в конце этого дня, или там месяц, или недели. И это был интересный вызов для всех. Второе, что для нас было важно, мы поняли, что в компании приходят все более и более молодые люди, и, безусловно, такая компания, как в MPL.com, она не могла не включиться, скажем так, в это соревнование, которое принято называть уже там «битвой за талантами». Но ключевое слово здесь – таланты, да, то есть нам, как бы, у нас нет проблем просто с ресурсами, у нас нет такой проблемы, что мы не можем найти человека на какую-то позицию. Но проблема в том, что нам нужны были самые лучшие люди. А самые лучшие, самые талантливые, как оказалось, они хотят свободы, они хотят сидеть в офисе, они готовы много делать, много вкладывать, у них куча идей, но им хочется большего уже в этой жизни, много интересов других. Мы думали о том, одна из целей, естественно, повысить производительность труда, об этом мы поговорим позже, поскольку, ну, в принципе, скажем так, это понятие такое трудно измеримое с точки зрения сотрудников, которые не выполняют какие-то операционные задачи там, но мы очень-очень интересным выводом пришли в итоге. И, конечно, попутно мы думали о том, как сэкономить наш ОПИКС, и оказалось, что это совершенно гениальная идея, которая позволила нам сократить порядка 20% офисных площадей во всей компании, просто потому, что сотруднику теперь не нужен стол, вернее, каждому сотруднику не нужен отдельный стол. Один стол может существовать на двух сотрудников. Как говорится, да, считаем в уме так. Хорошо, про концепцию. Ключевое слово здесь свобода, но ровно на таком же конце, на этих весах находит слово ответственность, потому что, как вы понимаете, одно без другого просто не будет работать, иначе любая компания, маленькая, большая компания, это приведет ее просто к хаосу, это будет путь в никуда. Поэтому с этого нужно начинать, этим заканчивать. Это то, что всегда-всегда должно сопровождать нас на каждом шагу внедрения подобного рода изменений. Мы показали сотрудникам, как это здорово. Они поняли, вкусили, скажем так, вкус вот этой вот свободы, но дальше очень важно было, чтобы они поняли вторую часть, что это самодисциплина и самостоятельность. И без этого, если ты, скажем так, недорос сам, то мы не будем никогда человека, скажем так, насильно пушить, что называется. Такого не было и нет до сих пор. Просто потому что есть люди, которые, ну, на самом деле, они не в состоянии. И честно говорят о том, что я не могу. Я проснулся дома, выпил чашечку кофе, в пижаме сел за компьютер и закрыл его. И думаю, посмотрю сериал какой-то, потом что-то сделаю. Ну и, в общем, по итогу получается, что человек ничего не сделал, и он просто не может собраться. Ему для этого нужно приехать в офис, в какое-то рабочее пространство, где он выпьет то же самое кофе, но как-то вот его, не знаю, может, присутствие начальника там рядом с ним, коллеги, которые там работают или делают вид, что работают, как-то его это, в общем-то, мотивирует на то, чтобы задачи свои выполнить. Вот. И забегая вперед, также я хочу сказать, что у нас были руководители, которые потом вернулись, скажем так, из BeFree, у нас туда можно уйти, потому что это некая такая организационная еще вещь, когда человек уходит, у него там переводится все его взаимодействие с компанией через VDI, какие-то системы там удаленного доступа. И есть люди, которые вернулись и сказали, что ну, не ж могла, как бы не могу, не получается. Ну, окей, как бы нет проблем никаких, да. Вот. Ну, собственно говоря, после того, как стало понятно, что делать, и что мы хотим достичь в результате, поняли, что нам нужно работать в трех областях. Одна из самых сложных, наверное, была IT-часть все-таки, потому что без этого не работали. То есть мы не хотели, чтобы получилось так, что сотрудники испытывали хоть какую-то малейшую техническую трудность, находясь где-то дистанционно от офиса. Поэтому это нужно было сделать, вот, как бы, перфект, что называть, чтобы это работало вот всегда, везде, чтобы был хелпдеск для сотрудников и так далее. Поэтому мы много времени уделили IT-решениям. Мы поняли, что нам нужно работать с людьми и, скажем так, рассказывать им о том, что это такое, обучать их работать дома. Потребовалось обучение. И мы изменили рабочее пространство. На сегодняшний день все офисы Beeline полностью изменились. Причем мы меняли их кардинально. Это вот, то есть когда вот рушится все, стены, вся мебель до последней тумбочки вообще выбрасывается. Вот. И появляется совершенно новое пространство с новым дизайном, с новыми, с новой концепцией, философией, да, того, что офис – это место, куда ты можешь прийти пообщаться с коллегами. И поэтому большая часть сейчас у нас – это переговорные комнаты. В офис мы приходим для того, чтобы встретиться, поговорить, обсудить, пообщаться лично. Это важный момент, да, и дистанционная работа Beeline – это не работа, когда человек ушел, и мы его не видим и не слышим. Нет. Это работа, когда человек появляется в офисе с какой-то периодичностью и обязательно участвует лично во многих встречах. Ну, покажу, как, собственно говоря, сейчас эти офисы выглядят, да, какие-то концепции, это удобные зоны, фокус-рум, где можно одному сесть, скажем так, подумать или принять счастье в каком-то митинге дистанционном, там, по скайпу, каким-то другим дистанционным системам. Ну, в общем-то, с одной стороны, сейчас у нас просто в Питере как раз недавно закончился ремонт, и сотрудник говорит, что мне так хочется в офисе приходить, что мне вроде как уже и дома неохота сидеть. Но в любом случае, конечно, это стало приятное, светлое, удобное место, где эта концепция, она как нельзя воплощена. На самом деле, работаем мы не только дома, можем работать где угодно, нет никаких ограничений по месту, ты можешь находиться, не знаю, на пляже, в ресторане, в кафе. В общем-то, собственно, что тебе нужно, это Wi-Fi работающий, если тебе необходимо в данный момент работать с электронной почтой или участвовать в каких-то митингах. Если у тебя какие-то задачи ставят локальные для того, чтобы ты сделал это сейчас на своем компьютере, то, в принципе, даже этого не обязательно. Поэтому мест есть очень много, и у нас есть социальные сети, люди делятся какими-то своими вот такими интересными местами. Ну, такой вот реально случай из жизни, это реально фотография, там инженеру кому-то срочно позвонили, нужно было решить какую-то там очень серьезную техническую проблему на сети. Почему нет? Возвращаясь к IT-решениям, как я уже говорила, у нас очень важно было обеспечить работоспособность этих систем. Каждый сотрудник проходит обучение, у него есть 24 на 7 helpdesk и помощь с IT-специалистом, когда он по любым вопросам может проконсультироваться. Ну и, собственно говоря, решение наше сделано таким образом, что это абсолютно мобильно, они работают в любом месте, в любой стране и где угодно. У нас есть своя социальная сеть, называется она Улей, и эта социальная сеть, конечно, большая часть на сегодняшний день вообще посвящена этому вопросу, там, где люди делятся своими какими-то там лайфхаками, рассказывают свои истории, и это очень такая активная площадка, где мы, собственно говоря, продвигаем дальше этот инструмент, потому что этот проект, он продолжается, увеличивается количество людей, которые присоединяются к нему, и выявляются какие-то такие сложные случаи, которые, может быть, там вот не были сразу понятны, то есть постепенно решаются задачи. Здесь надо сказать о том, что кроме того, что есть сотрудники, которые уже работали в компании, или работают, естественно, мы их переводим на новые условия работы, есть новые люди, есть кандидаты, которые приходят к нам на работу, и на сегодняшний день по большей части позиции это уже является условием работы, то есть у него в оффере написано, что у него режим работы удаленный, при этом мы предоставляем сотруднику либо оборудование, если оно есть в наличии, ноутбук, либо мы платим денежную компенсацию, сотруднику он покупает ноутбук, либо частично компенсируем, либо, скажем так, мы не знаем, покупает он или нет, мы просто платим какую-то определенную сумму денег, и он использует свой ноутбук. Мы таким образом, скажем так, компенсируем какие-то его затраты. И постепенно, постепенно мы переходим к тому, что мы вообще перестали закупать IT-оборудование. Все, не закупаем. Вышла новая политика IT, что мы больше не закупаем IT-оборудование. Это тоже, скажем так, совершенно неожиданно, мы не было в задачах к этому прийти, мы просто помним, что нам не нужно уже закупать, нам легче для сотрудника компенсировать какую-то стоимость, и все, он будет самого обслуживать и заниматься. Что еще вам рассказать интересного? Очень много-много коммуникаций. В принципе, это, наверное, основная такая тема, в которую нужно вкладываться и с этого начинать, конечно. Рассказывать, показывать, дать возможность людям общаться, показывать какие-то мировые примеры из опыта, вовлекать сотрудников проекта через какие-то развлекательные мероприятия. У нас там, допустим, проходила неделя Be Free, когда мы учились жить в новом офисе, когда мы все это, естественно, ввлекаем в какую-то игровую форму, даем людям как-то поиграть, попробовать делать, там, безумные чип-ити делали, там, изолисы в стране чудес. Это проходило по всей стране, огромный такой флешмоб, потому что это такой немножко фан, да, то есть вот то, чего всегда не хватает в работе, немножко вот чуть-чуть такого вот чего-то, скажем так, несерьезного, для того, чтобы это было интересно, для того, чтобы было что-то вспомнить, для того, чтобы была возможность там пофотографироваться с коллегами, получить какие-то небольшие сувениры. А в Билане это происходит с большой периодичностью, да, то есть любой проект, который мы продвигаем, мы всегда думаем, как его вот так вот завернуть, да, для того, чтобы это стало интересно, и люди прочувствовали это и поняли, что это, в общем-то, все такая большая как бы игра, да, по большому счету, работает тоже игра, просто она такая серьезная, более интересная. Недавно у нас прошел очень большой конкурс, как раз связанный с проектом BeFree, когда сотрудникам предлагалось делиться какими-то интересными местами и постить в социальные сети, делать посты о том, где они работают, да, какие-то интересные, необычные, может быть, их места, их находки. И те сотрудники, которые собрали больше всего лайков, они отправились в BeFree Tour, это было три человека, они поехали по всей России, по всем нашим регионам с тем, чтобы, ну, больше рассказывать, у них проводили какие-то мастер-классы, там, встречи с сотрудниками. Ну, это просто вот одна как бы из мероприятий, которые проводятся постоянно, и здесь важно, чтобы этот процесс, он не останавливался, да, то есть это не какая-то такая единая акция, и после этого все заканчивается. Нет, то есть это постоянный процесс, и у нас есть определенные цели, к которым мы идем, поэтому мы постоянно публикуем какие-то новости, мы вовлекаем сотрудников, и масса-масса информации, да, приходит о том, о том, как это здорово. Слово пилот, забыли вычеркнуть уже, наверное, это не актуально говорить, потому что прошел уже год ровно, на сегодняшний день Beeline взял премию HR бренд года с этим проектом, был признан лучший HR проект года, и, в общем-то, понятно, что большинство сотрудников эту идею восприняли позитивно. Для нас важно было, как я уже говорила, по производительности труда, понять... У вас черный экран, у меня что-то другое. Ну ладно, окей, не может. Вот. Ну, что с производительностью, да, случилось? Конечно, сложно померить там, не знаю, производительность труда, например, сотрудника маркетинга. Есть у него задача провести какие-то там исследования, разработать какой-то проект, новый тариф. Ну, как бы вот он делал его там, и делал, собственно говоря, да, там есть какие-то сроки, есть проекты. Где он находился в данный момент, был не так принципиально. Что получилось сейчас? Когда сотрудники начали работать удаленно, они поняли, что на самом деле они могут освободить часть времени для чего-то другого, для каких-то своих других задач. Не знаю, я утром иду заниматься спортом, спортивный клуб. Вечером я, может быть, там, не знаю, хочу сходить в театр. И я понимаю, что те задачи, которые у меня есть на день, да, там, я могу их сделать быстрее. Таким образом, получилась удивительная вещь, что мы, как бы, ну, ни таких амбициозных целей не ставили. Нас задача была сохранить производительность труда, при том, что люди работают удаленно. Но по факту получилось, и, как бы, ну, это отзывы сотрудников и руководителей, которые говорят о том, что она повысилась. Мы видим, что люди, они стараются сделать быстрее какие-то свои задачи, там, не знаю, и заняться какими-то своими делами. Это здорово, потому что, ну, зачем тебе находиться просто так в офисе, физически, скажем так, присутствовать своим телом, да, если ты не делаешь рабочие задачи, они уже сделаны. Ну, окей. Естественно, что на этом пути, скажем так, как я уже говорила, мы столкнулись с тем, что поняли, что, во-первых, не все люди к этому готовы и, может быть, никогда не будут готовы. Для кого-то, скажем, традиционная модель плечом к плечу, руководитель рядом в большом кабинете, ты видишь, знаешь, чувствуешь его дыхание и, как говорится, тебя это бодрит, поэтому тебе это нужно. Для многих сотрудников просто было сложно вот это изменение, что-то новое, что-то менять, это совершенно не хочется, и так все хорошо, все замечательно, пришел, вот моя кружечка, вот мои, значит, это тут туфельки какие-то, еще что-то такое. Да, надо сказать, что наши столы обезличены фактически, то есть, когда человек в офис приходит, он может сесть за любой стол, ты можешь просто там прийти со своим ноутбуком и сесть за любой стол. Естественно, это означало, что нам нужно было научиться жить без вот этого количества вещей, которым мы обрастаем. Это было сложно, это действительно было сложно, сложнее было, чем научиться дома работать, как бы с кружки своей, вот жить, которая стоит на столе. Еще мы поняли очень важный момент, что подобные изменения нужно тратить больше времени на то, чтобы общаться с людьми и постепенно их, скажем так, переводить к этим изменениям. Мы несколько, как мы сейчас понимаем, скажем так, в начале делали какие-то технические шаги, и только потом мы больше стали уделять внимание тому, чтобы рефлексировать сотрудниками о том, как это, почему это, оценивать какие-то там неудачи их и так далее. Вот. Это то, что, собственно говоря, я хотела рассказать о самом проекте. Еще несколько цифр. Сейчас попробуем, произойдет ли чудо. Чудо не произошло. А, произошло. Погромче можно? Все, у меня все. коллеги. Спасибо большое, Татьяна. У нас есть к вам пара вопросов из зала. Давайте постараемся их ответить. Я один из них, наверное, суммирую. Скажите, пожалуйста, вы вот измеряли, произошли ли какие-то изменения в коммуникациях с клиентами или в работе с удовлетворенностью со стороны клиентов после того, как компания перешла на такой уровень или таких задач пока не ставилось? Смотрите, те сотрудники, которые работают с клиентами лично, то есть это менеджер по продажам, они, конечно, на бифри не могут пойти. Так же, как сотрудник, например, офиса продаж. Вот он сидит, у него есть место конкретное, и клиент может прийти в любую минуту. Если это продавец, например, в B2B, который работает с крупным бизнесом, задача которого переговоры и встречи с клиентами, то он в принципе работает в бифри. Он в офис приходит иногда, не знаю, какие-то там отчеты написать или в каких-то собраниях поучаствовать. Поэтому для него как раз этот режим абсолютно был гармоничен и здесь проблем таких не было. Понятно. Понятно, что это тоже сотрудник не колл-центра, то есть кто-таки наши клиенты. И еще один вопрос по поводу того, осуществляется ли и как осуществляется конкретный контроль за людьми, которые работают на местах, есть руководитель, у него сколько-то людей, за которыми он следит или как это происходит? Знаете, такой очень частый вопрос. Меня все время пишут, а как вы знаете, вот он в 9 утра включил компьютер, у вас какая-то система, он должен отметиться там где-то, а в 6 выключил, да нет ничего, вообще никто, все равно, ты включил его или когда-то, может ты всю ночь с ним сидел в обнимку и делал презентацию. У нас есть туду-листы, это как просто один из инструментов опционно, и каждый руководитель, он уже в своем подразделении, он определяет, как он будет своими сотрудниками контролировать слово плохое, он ставит задачи, задачи имеют какой-то временной промежуток, к этому времени она должна быть выполнена. У хорошего руководителя есть четкое понимание, потому что он отвечает потом, высшестоящим руководителем он за этот проект отвечает. Если что-то не будет выполнено в срок, соответственно, четко будет понятно, кто это не сделал. Сотрудники, у которых, скажем, нет таких прям вот глобальных проектов четко по срокам уже, скажем, там, project management, где там все у тебя полностью распределено, каждый этап, они могут как опция руководитель может попросить писать тудулист. Он у тебя есть на айфоне, естественно, мобильном телефоне, ты сделал какую-то задачу, которая у тебя в тудулисте стояла, и ты пишешь, окей, сделано. Руководитель приходит сразу же сообщение, что эта задача сделана, это может быть что угодно, письмо кому-то написать, с кем-то встретиться, не знаю, сделать такой-то отчет, все что угодно, то есть, ну, некий такой набор, то, чем ты занимался. Ну, то есть, если правильно, то контроль, он больше за результатами, а не за то, что человек сидит младком. на уровне выполнения задачи, а если задача не поставлена сотруднику, то она, собственно говоря, не будет сделана никогда. Даже если он в офисе сидит. Поэтому мы возвращаемся, конечно, к тому, что, в принципе, где он находится, чего-то этого не меняется. Хорошо. И вот еще вопрос такой, с точки зрения социальной, офис это все-таки, где люди встречаются, это какое-то общество, и вот беспокоятся девушки, а куда же платье наряжать, когда офиса теперь нет? Как-то возникали проблемы с этим, решались? Хороший вопрос. Именно поэтому мы обязательно один-два дня в неделю встречаемся в офисе все. То есть, мы работаем так, то есть, два-три дня ты работаешь дома, и там, два-три дня ты работаешь в офисе. И как раз на эти дни сделаны встречи, совещания, собрания, когда можно с руководителем пообщаться. И платья нарядить. Да, но положа руку на сердце, все-таки, если мы говорим, например, о какой-то федеральной компании, у которой есть филиалы, там регионы, у которых находится, например, там штаб-квартира в другом городе, большинство митингов проходят все равно уже в онлайн-режиме. Ну да. И поэтому, ну как бы для того, чтобы тебе на этом митинге присутствовать, тебе не надо в офис приходить. Если у тебя техническая возможность есть, ты можешь там сидеть в кафе где-то, да, и точно так же по скайпу подсоединиться к этому митингу. Хорошо. Но важно здесь, да, но важно здесь даже другое, важно просто именно общение с коллегами, вот то, что вот, когда вот хочется просто с кем-то пообщаться, вообще за жизнь, это же тоже такая социальная среда, в которой ты, ну, нет никаких проблем, ты можешь полдня там где-то поработать, приехать в офис, пойти вечером пиво попить. Хорошо. Спасибо большое, Татьяна, мне кажется, это было очень интересно. А есть вопросы еще, нет, или это все вы вам аккумулируете? Есть еще ряд вопросов, но у нас просто уже закончилось время, и мы сейчас отделяем людей от обеда. Друзья, у нас сейчас, давайте похлопаем еще раз Татьяне. Все, спасибо.